Если слышно, поставьте плюсики. Хорошо слышно? Отлично. Рада сегодня приветствовать всех в этой вебинарной комнате. Всем добрый вечер. Расскажу сегодня свою историю. Из чего начиналась моя история? Не спроста я, первая фотография, первый слайд, который вы видите, я со своими спонсорами. Потому что именно эти люди напрямую повлияли на мою жизнь. И история знакомства с этими людьми началась очень давно. И началась она с моей мамы. Я в то время не собиралась заниматься бизнесом в Арифлейм. И даже мыслей таких не было. Мама моя познакомилась с Еленой, наверное, случайно, не случайно. Лена приехала в Бешенковичи. И в Доме культуры, там моя мама работала директором, арендовали помещение, чтобы провести бизнес-встречу. И мама сидела в соседнем кабинете и просто слушала одним ухом, о чем там говорят. И, ну, как обычно, Лена говорила, какие возможности есть, каких высот достигают люди, люди зарабатывают. И в тот момент маме было очень трудно, было тяжелое тогда время, 90-е годы, денег не хватало. И она слушала-слушала и решила, что почему бы мне не попробовать, если люди могут, если людей получается, почему у меня не получится. И она подошла к Лене и сказала, Лена, я хочу тоже попробовать. Так и началось знакомство моей мамы с Леной с компанией Арифлейм. Мама зарегистрировалась и стала работать, сотрудничать с Леной. И вот на следующем слайде видно, даже я присутствовала на некоторых мероприятиях вместе с мамой, но это не потому, что я хотела заниматься бизнесом в Арифлейм. Мама была очень мудрая женщина, и когда она меня звала на мероприятие на какое-то, я говорю, мама, мне там нечего делать, что ты можешь делать, я не пойду. И мама говорила, ну, доча, ну, мне так нужна твоя поддержка, ну, поехали со мной, ну, поприсутствуй. Ну, естественно, я маме не могла отказать. И ездила с ней, приходила на мероприятие. Мама ездила с Леной, и тогда уже Лена с Денисом познакомилась, ездила с ними на учебу. Выездные такие интересные были, наверное, мероприятия. Тогда я об этом не знала, сейчас я знаю, как это все интересно, круто. Мама приглашала меня на мероприятие, Лена приезжала, проводила бизнес-встречи, встречи-премьер-клуба. И вот вы видите, я сижу за столиком, такая скромненькая девочка в белом свитерочке, и просто присутствовала, поддерживала маму. Мне это было вообще неинтересно. И в Минск ездили вместе с мамой, также там ее поздравляли. Менеджера открывала звание. Ну, вот, все так шло своим чередом. Однажды Лена предложила маме поехать в Швецию. И это была поездка такая, мама говорила, что я боюсь ехать. Там нужно ехать на пароме, я боюсь, там вода качается, и было очень страшно. Говорит, ай, ну лучше я не поеду, лучше, ну там деньги нужно заплатить, лучше я детям помогу. Я говорила, мама, ты что, такое бывает раз в жизни? Конечно, едь. И, ну, мы так поговорили, поговорили, я убедила, что все-таки нужно ехать, потому что такой шанс бывает, наверное, раз в жизни. Когда еще такое может случиться? Ну, вот она съездила. И вот здесь фотография, она стоит уже в Швеции, наверное, тоже логистический центр там был, видите, много косметики, то есть она уже там была. И, конечно, поездка ее очень впечатлила. Она приезжала, когда приехала домой уже со Швеции, для нее это было масса впечатлений, она с таким восторгом рассказывала. На следующем слайде я выбрала фотографии. Это у меня слайд не перелистывается. Сейчас, минуточку. Вот, она привезла фотографии, где они с командой посетили Швецию. Конечно, это, наверное, было незабываемое путешествие для нее. Она увидела и море, и посетила, конечно, красивый город. Вот, и, ну, я думаю, каждый мечтает о таком путешествии в своей жизни. И мама занималась, конечно, бизнесом. Меня звала, я не хотела. Мне это было неинтересно. Я говорю, я так не умею, так как ты. Ты умеешь общаться с людьми. Ты красиво говоришь, у тебя все это получается. Я говорю, мам, у тебя талант вообще. Ты умеешь и косметику продавать, и все. Я же думала, что нужно ходить с каталогами и продавать косметику. Я говорю, нет, мам, это не мое. Вот, и мама без меня все это работала. И когда я уже видела, чем мама занимается, что это не только косметика, она приглашала людей в Арифлейм. И я даже смотрю, думаю, ну, наверное, маме можно помочь. И своим подружкам тоже предлагала. И даже трех человек помогла ей зарегистрировать. А мама говорила, ну, давай тоже присоединяйся, будем под тебя их регистрировать, тоже будешь строить свою структуру. Говорит, нет, мам, не надо. Ну, вот маме таким образом даже целых трех человек помогла зарегистрировать. Ну, смешно сейчас об этом говорить. И мама очень хотела выйти на пенсию и все в свое время отдать этому бизнесу, развиваться, потому что она говорила, ну, вот, этот же бизнес передается по наследству, когда-нибудь и ты будешь этим заниматься. Ну, я опять же говорила, что нет, этого не будет. Ну, вот мама вышла на пенсию после работы. И раньше, конечно, я не могла об этом говорить, потому что ком в горле стоял, и сразу слезы на глаза наворачивались. Сейчас уже, ну, уже немножечко не легче, но уже об этом можно рассказать. И вот моя любимая мама 9 месяцев на пенсии прожила, заболела, и ее не стало. Ну, вот, мама не стала, остался офис, остались люди. И я была в полном ужасе, потому что, ну, сами понимаете, человек, который далек от этого всего, не знала, что делать, как вообще работать с людьми, какие-то я ни с кем практически знакома не была, только несколько человек знала. И пришлось принимать решение, что делать. Закрывать офис, либо самой заключать договор аренды и переоформлять на себя мамин номер. Ну, конечно, в этот момент огромную поддержку оказали Лена и Денис, мои любимые спонсоры. И наше знакомство продолжилось, наши отношения продолжились. Это была, конечно, огромная поддержка. Как семья, как семья поддерживали. Они приезжали, помогали, обучали. То есть Лена каждый шаг, каждый шаг мой направляла, как путеводная звезда в этой жизни. Очень помогла. Ну, вот и таким образом я стала заниматься этим бизнесом. Как бы вынуждена. Ну, что поделать. И вот это как пример того, что бизнес предельно по наследству. И то, что вы делаете сейчас, в будущем, поможет вашим детям. Поможет вы сейчас строите будущее своих детей. И сейчас, и в будущем. Это огромная поддержка. Это возможность изменить жизнь свою, своих близких. И мы стали работать. Шаг за шагом. Лена учила меня, что делать. Первый раз информационный листочек увидела я у нее в руках. И только тогда увидела, сколько же это людей вообще в структуре есть. И я никого не знала. И сидела, каждому звонила, знакомилась. И объясняла, что так и так вот я теперь буду заниматься Арифлейм. Знакомилась. Он говорил, обращайтесь, если какие-то вопросы будут. Ну, вот таким образом осваивала шаг за шагом этот бизнес. Изучала методы работы. Ну, вот здесь уже я самостоятельно провожу СПА, видно на фотографии. Ездили даже в соседнюю деревню с подружкой. Вместе проводили СПА, регистрации немножечко даже проходили. Потом Лена стала приглашать в Витебск. Мы с подругами ездили на промостойки. Вот здесь на уровень минус один. Пирамида. И очень интересно проходили эти мероприятия. Весело было. Все-таки с командой немножечко проще, не так страшно. Ну, и там несколько раз съездили и уже опыта набрались. Уже сами на рынке в Бешенковичах. Тоже стояли с промостойкой, анкетировали с женой моего брата, с Олей. И есть у меня менеджер Ира Щедрова тоже. Мы с ней на рынок выходили, стояли, анкетировали. Таким образом приглашали тоже на СПА и рекрутировали людей. Ездили на командные мероприятия. Помадное рекрутирование. Вот вы видите, помадная вечеринка внизу здесь. И здесь вся команда работала. Сначала приглашали на промостойки, потом приглашали на мероприятия, прозванивали. И это тоже такой метод рекрутирования. Постепенно, постепенно, постепенно учились всему. И уже потихонечку, потихонечку стали посещать мероприятия, какие-то первые результаты. Вот уровень 15% удавалось поддерживать так стабильно. И я делала большие личные товарообороты. И когда приезжала на мероприятие Витебск, приходилось выходить на сцену, и меня поздравляли. И чувствовала себя постоянно, ну как скованно, не в своей тарелке. Мне это было очень дико, непривычно. И очень страшно выходить на сцену. Поэтому я забирала свой чек. И вот здесь, вверху фотография. Я стою, было ежегодное мероприятие, и меня поздравляли первое место за личный товарооборот. И тоже очень скромненько забрала чек, спустилась лестницей и скорее села в зрительный зал. Сейчас, конечно, совершенно другие ощущения, когда выходишь на сцену, потому что на тебя смотрят твои партнеры. Особенно приятно поздравлять партнеров, когда у человека появляются первые результаты, когда первый успех, когда не шагает по лестнице успеха Reflame. 3, 6, 9, 12% я никогда не была рада сама стоять на сцене, когда меня поздравляли с чем-то так. Ну, поздравили, поздравили. Но когда выходит твой человек, и когда поздравляешь своего человечка в команде, это радость просто ни с чем не сравнимая. И многие, вот поставьте плюсики, кто ощущал эту радость. Да, вот вижу, уже улыбается кто-то. Вот кто был на самом деле рад больше за своего человека в команде, за своего партнера? Ага, вижу. Ну, понимаете меня, да? Это, конечно, настоящая радость и гордость, и то, что у тебя люди в команде. И вот мы ездили на мероприятие, видите, мы ездили в прошлом году, у нас было 6 человек. Мы приехали на мероприятие, всего лишь 6 человек присутствовали. Ну, это тоже классно. Тогда новый директор тоже поздравляли. Лимузин, вот видите, еще подготавливали коридор. Мы пофотографировались возле этого лимузина. Было очень тоже здорово, интересно, все так ново. И все очень понравилось на мероприятии. Ну, таким образом мы потихонечку работали, развивались. И, ну, в принципе, ничего не менялось. Как-то так обучение шло шаг за шагом, работали, приглашали. Поддерживали наш офис в рабочем состоянии в Бешенковичах. То, что Бешенкович маленький городок, населения там совсем немного. И мама, конечно, ну, я так считаю, что она совершила подвиг, что она открыла этот офис в Бешенковичах. Еще и работая на основной работе, и занимаясь Арифлеймом, еще и открыть офис при этом, это, конечно, ну, не каждый на это, я думаю, способен. Ну, вот мама моя всегда была пионером во многих делах, как на своей работе, так и в Арифлейм. И вот в декабре я никогда не забуду этот звонок. Лена позвонила, пригласила в онлайн-проект, пилотную группу. Это, конечно, был шаг, шаг в будущее. Тогда я, может быть, этого не понимала, но где-то в подсознании это было, потому что, ну, на самом деле, в Бешенковичах, работая такими методами, как в Ростойко, приглашение, приглашение на продукт, а не в бизнес, ну, я же рассказывала, что, когда меня Лена учила приглашать в бизнес, я, естественно, считала, что это никому не нужно, это никому не интересно, кому нужен этот Арифлейм, ну, хорошо, если будут хотя бы покупать, ну, это, слава Богу. Вот, но сейчас мое мышление изменилось кардинально в другую сторону. Ну, я уже совершенно по-другому смотрю на этот бизнес, и приглашайте людей в бизнес, а не на продукт. Продукт они так купят, если будут у нас в бизнесе. И когда запустился онлайн-проект, началась другая жизнь, появились другие возможности. И очень приятно было, наверное, когда пригласили, этого не понимал, но когда ты оказался в пилотной группе, это на самом деле, вот это приглашение, это было мне оказано большое доверие и огромная честь. И это нужно понимать, когда вас приглашают в ключевую команду, значит, в вас верят и в вас видят какое-то будущее. Вы согласны со мной? Просто так, ну, наверное, не приглашают человека с улицы, а приглашают, наверное, того человека, с кем хотят работать. Вот, и мы стали работать в онлайн-проекте. Потом нас пригласили на запуск первого обучения в рамках проекта «Территория роста. Мастерские успеха». Тоже вот у нас было тоже очень интересное мероприятие, обучение, поздравления. После запуска мероприятия был фуршет, вот здесь фотография, мы все сидим. И наши спонсоры подготовили для нас, это был настоящий сюрприз, вот такой вот классный торт, огромный-огромный. На нем еще, на этом торте был фейерверк, такой огни, все красиво было. И вот преподнесли такой торт, и красивый, и вкусный, и это было, ну, как в сказке. Вы сами не ожидали, что такое мероприятие будет, что нас так примут, что так это будет праздноваться. Это событие, запуск мастерских успеха и запуск проекта «Территория роста». Спонсоры наши молодцы, они всегда удивляют и радуют, всегда заботятся о нас. Самые лучшие у нас спонсоры. И еще большая гордость, что у наших спонсоров, у их проекта, у организаторов Елена Рокоча, Денис Бирюков и Анна Козловская, у них есть свой логотип. Не у каждого есть свой логотип, а здесь, видите, свой логотип, и это уже как свое, ну, как фирменный знак. И уже увидишь вот этот значок зелененький с буквочками ТР, и уже понятно, что это такое. Это, конечно, было грандиозное событие. И преимущество этого метода работы, конечно, неоспоримо, потому что пока ты дойдешь, как на этом слайдике, пока ты дойдешь в гору пешочком, сейчас настолько развивается сеть интернет, люди сидят в интернетах ночами, днями, и то, что можно сделать в интернете, ты будешь долго-долго делать ногами и руками, а через интернет сейчас возможность реально быстро развиваться, строить бизнес и очень-очень быстро строить бизнес и расти по лестнице успеха «Рефлейм». В чем еще преимущество этого бизнеса? Не только скорость, не только возможности быстрого поиска партнеров, но еще ты можешь работать в любом месте. Конечно, можно совмещать с основной работой, можно работать в декретном отпуске, можно где угодно, на учебе ты находишься. Если у тебя есть ноутбук, если у тебя есть мобильный телефон, где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, ты можешь в любом месте заниматься бизнесом, развивать свой бизнес, работать, то есть приятно, даже можно на даче, на море, где угодно, у себя дома на кухне с чашечкой кофе, где-то, может быть, и на работе тихонечко там в телефоне кому-то писать сообщение. То есть это, конечно, крутой бизнес. И методы работы, которые мы использовали в этом бизнесе. Делайте все, чему учит спонсор, делайте все, чему учит ваш спонсор. Работа в соцсетях, размещение рекламы в соцсетях. Начиналось все с того, что мы создавали рабочие странички и писали список знакомых. Были организованы, как созданы скайп-чаты. Сначала мы туда приглашали всех своих людей, которые у нас есть в структуре. Затем мы приглашали и по теплому рынку знакомых в бизнес. Мы уже приглашали в бизнес, а не на продукт. Затем наполняли эти скайп-чаты, информировали людей, всем рассказывали, что есть онлайн-проект. И для пилотной группы были, естественно, условия для того, чтобы там оставаться. Это обязательно определенное количество контактов в день, определенное количество собеседований, регистрации и организовать обучение и расти. И, конечно же, когда мы приглашаем людей в бизнес, уже в нашу ключевую команду партнеров, мы все это озвучиваем. И тогда из чата новичков уже тогда приглашаем, переводим их в чат партнера проекта. И это уже тогда совершенно другое обучение. Нам уделяется 100% времени. Для нас проводятся планерки. Это совершенно другое обучение. Эксклюзивное. Вы нигде этому не научитесь, потому что для нас обучение проводят самые успешные люди этого проекта. Самые успешные люди этого бизнеса. Люди, которые уже на уровне директор, золотой директор, бриллиантовый директор. И они делятся своим опытом. И передают нам не только свой опыт, но и одну частичку себя. И, конечно, этот метод работает. И вы видите, что уже в этом году на мероприятии 13 марта уже не 6 человек было, а уже было 20 человек. И приехали не все. Приехали только те, у кого получилось приехать. Я думаю, если приехали все, то зал бы не уместил все команды, которые там присутствовали. И хочу поделиться еще методами работы. У нас девочки. У каждого, наверное, метод работы отличается. Кто-то еще работает и по теплому рынку. Мы работаем в основном по холодному рынку. Немножечко и по теплому рынку. Потому что я в начале проекта, ну, наверное, нет такого человека, которому я не сказала, что у нас есть такой проект. И не предложила попробовать себя в этом проекте. Поэтому сейчас работаем только по холодному рынку и дорабатываем теплый рынок. Кому-то уже сделали предложение. Мы повторно делаем это предложение. Напоминаем о том, что мы есть. Если человек интересуется нашей жизнью, нас научили, как правильно оформить страничку. Для нас особенное обучение называлось личный бренд. То есть как сделать страничку так, чтобы человек, заходя на твою страничку, захотел добавиться к тебе друзья и захотел посмотреть твои фотографии, посмотреть, чем ты занимаешься. Обучение проводила Анна Козловская. Она же профессионал в этом деле. Тоже создатель, со-создатель проектов. И очень приятно учиться у таких опытных людей, успешных людей. И, конечно, обучение, которое мы получаем, это нигде, нигде ты не получишь ни в каком бизнесе такой поддержки, такого обучения. Если сравнить с обычным бизнесом, ты не пойдешь к своему соседу по магазину или на рынке соседу в соседнем ролете и не спросишь помощи, не попросишь помочь, подсказать, как лучше организовать бизнес, чтобы у тебя было больше клиентов или больше покупателей. Конечно, тебе в обычном бизнесе не помогут. А в нашем бизнесе, в нашем проекте это командный бизнес. И здесь ты не один. Здесь у тебя всегда есть помощь, есть поддержка, есть сопровождение и обучение. И никогда не стоит вопроса, что дальше делать. Если появился вопрос, ты звонишь своему спонсору и спрашиваешь, а что делать в этой ситуации, что ответить этому человеку, как провести то-то и то-то, что сказать. И тебе всегда ответят, тебе всегда помогут. И в нашем чате ты всегда можешь задать вопрос, и тебе на этот вопрос ответит даже тот человек, к которому ты, можно сказать, на прямое отношение не имеешь. Ты не в его команде, ты не в его структуре. А тебе ответят и помогут. И оказывают поддержку независимо от того, в чьей ты структуре находишься. Это, конечно, здорово. И команда партнеров, чтобы вы понимали, это команда, где все друг к другу очень близки. И результат каждого человека зависит от результата другого человека. И могу привести пример. Вот у меня в команде Юлия Кочнева, это у нас новый менеджер 12%. Это девочка, которая за два месяца открыла уровень менеджера 12%. Представляете? И эта девочка, вот как пример партнерства, когда у Ани, нашей Дедковой, это менеджер, тоже новый менеджер нашего проекта 9%, умнички девчонки. Когда у Ани Дедковой сломался компьютер, Юля позвонила Ане и сказала, Аня, дай мне там свой номер и пароль, я хоть на твоих страничках приглашения порасселаю, друзей поприглашаю, а то у тебя там все стоит, и я тебе хоть чем-то помогу. Ну, ты представляете, что пришел сосед какой-то в магазине, в соседнего магазина и сказал, ой, ты там сегодня у тебя что-то не получается, да, давай я тебе помогу. То есть это вообще-то фантастика, это невозможно такое вообразить. А здесь в команде вам всегда окажут поддержку, и вы никогда не останетесь один. Да, настоящая команда, да, девчонки у нас золотые. И познакомившись с этими девчонками, ты приобретаешь не только партнеров, ты приобретаешь друзей, это дорогого стоит. Потому что не так много в жизни можно встретить хороших людей, которые тебе готовы помочь. А в этом бизнесе ты не только партнеров приобретаешь, но и близких, близких людей. Это и твои спонсоры, это и твои партнеры, с которыми ты вместе работаешь. Вы друг друга поддерживаете, вы друг друга сопровождаете. Это большая дружная команда. И благодаря этой работе, благодаря такой дружной команде, нашим замечательным спонсорам и замечательной нашей команде, всех директоров и менеджеров, я не устану их всех благодарить, потому что я счастлива просто, что я нахожусь в этой команде. Самой лучшей команде. Благодаря этой работе командной, я оказалась на сцене, где меня поздравляли с открытием звания директор. Конечно, когда я стояла на сцене, меня поздравляли. Впервые в жизни я стояла на сцене, и мне было это приятно. И я не боялась. Потому что подходили люди, поздравляли, и все смотрели в глаза, и искренне поздравляли, искренне радовались за твой результат. Потому что, я думаю, каждый из них был на этом месте, стоял. Он прошел этот путь от нуля процентов по лестнице успеха Арифлейм 3, 6, 7, 12, и до своего уровня директор, золотой директор, бриллиантовый директор. Каждый начинал с нуля, и каждый понимает этот путь, каждый понимает, что стоит его пройти. Наташа, как ты меня понимаешь? Я тоже тебя понимаю. И очень приятно было получать поздравления именно от команды, от каждого человека в этой команде. И после этого контакта с каждым человеком я уже по-другому стала относиться, они стали ближе, лимузин ждет, лимузин ждет. Мне очень стала родная эта команда, когда с каждым человеком поближе познакомился, и нас пригласили после поздравления на мероприятие. Я, конечно, хотела поехать с девчонками домой, потому что у нас две машины, и из Дешенковича было 10 человек. Я говорю, Лена говорит, нужно на мероприятие сходить после поздравления. Я говорю, Лена, я хочу с девчонками домой ехать. Она говорит, Олеся, ты что? Надо остаться. Ну, я осталась. Ну, конечно, разрывалась на две половинки, потому что там мои девчонки поехали одни домой без меня, хотелось быть с ними. Ну, и, конечно, хотелось познакомиться поближе с командой. Была, конечно, шикарная вечеринка, классное кафе, такое крутое. И почему это кафе классное? Ну, наверное, классное и крутое, потому что, покуда мы собирались, пока мы ждали, перед тем, как сесть за стол, и сидели-ждали, рядом сидели пара, мужчина и женщина, и обсуждали, я так понимаю, тоже какой-то бизнес, потому что там был переводчик, и люди... Был переводчик для чего? Потому что, наверное, какая-то бизнес-встреча была. И переводчик переводил, там, наверное, бизнесмены какие-то обсуждали свои дела. То есть вот такого уровня кафе. Не самое дешевое было, и вот для нас организовали такой вот поздравительный ужин. Это было очень приятно, очень классно. Мы фотографировались, каждый какой-то тост говорил, и познакомились поближе с командой директоров. Все такие люди открытые, такие классные. И после этого я еще больше поняла, в какой команде я нахожусь. И очень приятно находиться в этой команде. И никогда не перестану их благодарить. Но всем спасибо большое за эту большую работу, за организацию... за организацию этого интернет-проекта. онлайн-проект, за ту возможность, которую вы даете всем людям, за возможность изменить свою жизнь, за возможность жить лучше. И каждый может это сделать. Достаточно просто захотеть, и достаточно... захотите делать. И слушайте, опять говорю, слушайте своих спонсоров. Говорите все, что они делают. И если вы даже с этим не согласны, все равно делайте то, что вам говорят. И вот мы ездили в прошлые выходные, 20-го числа в Минск. Нас пригласили на лидерские мастер-классы. Это тоже было, конечно, классное обучение. Топ-7 в Беларуси. 7 человек из топ-15. Самые успешные директора, бриллианты, выступали, обучали нас, делились методами работы своими. Я вообще не представляла, что такое удовольствие получу на это мероприятие. И, как оказалось, нас опять там будут поздравлять. И нас вызвали на сцену, и еще вручили чеки, и розы. И это тоже было очень приятно. Да, Наташа, это было самое крутое обучение. И тоже уехали уже с чеками, и с цветами. И тоже было приятно. Это я сейчас перескочила немножечко. И благодаря этому проекту, благодаря этому обучению, благодаря такому плотному сопровождению у нас в команде выросли новые партнеры. Анна Дедкова, менеджер 9%, всего лишь за два каталога. Калина Рощина, также у нас в команде появился новый менеджер 9%. Юля Кочнева, менеджер 12%. За два каталога вышла на уровень менеджера 12% с ребенком маленьким, восьмесячным ребенком. Я все время смею, ну что, что значит я не могу, у меня маленький ребенок, у меня времени не хватает. Я говорю, у меня Юля за два каталога вышла на 12%. Ребенка под мышку, села у компьютера и работает в соцсетях, работает, приглашает. И ребенок не мешает. Все зависит от того, чего вы хотите. И фраза, которую мы часто слышим, не могу, я считаю, что, ну, если ты говоришь слово не могу, ты просто не хочешь. Потому что, ну, каждый человек это может. И главное захотеть. И ради чего мы все это делаем? Какой стимул для нас? Для кого-то это родители. Для кого-то это дети. Перед кем ты держишь ответ? Перед кем у тебя есть ответственность? У Юли ответственность перед ребенком. У Ани ответственность перед ребенком. У каждого в команде кто-то есть какой-то близкий человек, ради которого вы все это делаете. Для которых вы хотите сделать жизнь лучше. Да, родители, дети. Может, кто-то хочет делать подарки своим детям. Кто-то хочет продлить здоровье своих родителей. Кто-то хочет просто, чтобы семья жила лучше. И у каждого своя мотивация. Может, кого-то и мотивировать не нужно, а кому-то нужна дополнительная мотивация. И если кто-то считает, что онлайн-проект не для него, что это не мое, кто-то считает, что лучше ходить на работу, по 8 часов в день работать и получать зарплату такую, на которую невозможно существовать, потому что такой зарплаты не хватает. Я сама знаю, потому что были у нас трудные времена, когда на самом деле не хватало уже за неделю то зарплаты, денег уже не было. И чтобы рассчитать деньги, чтобы хватило до следующей зарплаты, мы не могли купить мясо, не могли купить какие-то хорошие продукты. И вот сейчас, ну, наверное, раньше об этом было стыдно говорить, но сейчас мы реально покупали какую-то зель с какой-то ливерной колбасой, потому что, ну, просто на другое денег не хватало. И даже когда мама спрашивала, если у вас деньги, может, Олесь, можете денег дать? И мне было настолько стыдно, что у меня нет денег. Я всегда говорила, мама, у нас все есть, все хватает. А мама приходила, в холодильник заглядывала, и просто шла в магазин, покупала какие-то там сосиски, щетки, там, ну, фруктов детям, и просто ложила молча в холодильник. Потому что я никогда не говорила ей, что мама дай денег, мама, у меня нет денег. Ну, это просто стыдно, когда взрослый человек, у него нет денег. И сейчас есть возможность изменить свою жизнь, и которая, эта возможность дается каждому. Просто возьмите ее и попробуйте. Попробуйте свои силы там пройти. Я уверена, что у вас все получится. Главное, захотеть и просто делать. И на обычной работе, лошадь, сколько бы у колхоза не работала, председателем она так и не станет. Так точно так же и на обычной работе. Вы можете работать, отдавать себя. И когда мы приглашаем в бизнес, многие отвечают, что это финансовая пирамида. И советую вот такой вот слайдик посмотреть и спросить, а на работе у вас не пирамида? Сколько получаете вы, сколько получают начальники? И кто на кого работает? И где реально пирамида? Вот, поэтому кто хочет, тот ищет способ. А кто не хочет, тот ищет причину не делать. И я желаю вам всем захотеть и найти способ, как сделать то, чего вы хотите добиться в жизни. Как улучшить жизнь свою, своих близких. И дайте будущее своим детям, потому что то, что вы делаете сегодня в этом бизнесе, в бизнесе Арифлейм, все это останется вашим детям. И вы обеспечите будущее своим детям. Потому что, ну, как в моем случае, хотела, не хотела, а пришлось. И сейчас я очень благодарна Лене, я очень благодарна маме за то, что за то, что у меня появилась такая возможность, появилась такая вынужденная, ну, вынужденная была плетива Арифлейм и заняться бизнесом. Я очень благодарна. Спасибо, Лена. Спасибо, Денис. Спасибо, моя мамочка. Я думаю, она сейчас смотрит и радуется. И я рада, что у меня есть партнеры в команде и надеются свою жизнь и сделать кого-то счастливым. Спасибо всем большое. Еще раз хочу сказать, что я очень рада находиться в этой команде. Я всех люблю. Спасибо за внимание. и... Спасибо. 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 ... Спасибо. ...